ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики потребовали увеличить стоимость ОСАГО для автомобилей такси. Обоснование заключается в том, что аварии с участием машины с шашечками стало столько, что убытки по автогражданке чуть ли не на две трети превышают сборы. Собственно, настолько страховые компании и просят поднять цены на обязательную автостраховку для извозчиков. Якобы у обычных автовладельцев выплаты по ОСАГО составляют 75% от полученной суммы. ТРАССА СТО ОДИН Сот высшей инстанции оправдал водителя, которого привлекли к ответственности за непропуск пешехода. Правда, на то, чтобы доказать свою правоту, жителю Московской области пришлось потратить два года. Основанием для отмены наказания стало доказательство того, что водитель, проезжая переход, не заставил пешехода изменить скорость или направление движения. Сотрудник ГИБДД, оформлявший постановление, проигнорировал данный факт. ТРАССА СТО ОДИН Компания Renault начала испытания семиместной версии Duster. Машина получила приставку Grand в названии. Возможно, автомобиль представят до конца этого года. По неофициальным данным, его длина увеличилась на 16 сантиметров. Подросла и колесная база. Что касается моторов, то тут изменений, по крайней мере, кардинальных, не произойдет. Добавлю, сейчас цены на Duster прежнего поколения начинаются от 912 тысяч рублей. Новое поколение стоит минимум 945 тысяч. ТРАССА СТО ОДИН Чаще всего на вторичном рынке сейчас покупают Lada Priora, 14 и Ford Focus. Об этом говорится в отчете компании Avito. По востребованности продукция автоваза находится на первом месте, на втором – Toyota, на третьем – Hyundai. Средняя стоимость поддержанной легковушки закрепилась на уровне 320 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Муж и жена из Германии прославились тем, что совершили автопутешествие длиной в 32 тысячи километров на УАЗ-Буханке. Ехали немцы замысловатым маршрутом через Рим, Стамбул, Тбилиси, Сочи, Астрахань и так далее. Конечная точка – Владивосток. Машина 2017 года выпуска, купленная в Швеции почти за 20 тысяч евро и оборудованная под автодом, ни разу не сломалась. В целом, поездкой пара осталась довольна. Из недочетов они отметили назойливость казахских гаишников, которые постоянно просили денег. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова